МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предполагательница Тамара Синявская записала солистка Мариинки Анна Матис. И вот Анна Матис в том числе помогла организовать наш эфир, в данном случае с добровольцем, известным тверским добровольцем Екатерины Пажетновой. Это специалист по реабилитации медвежат-сирот в Центре спасения медвежат-сирот, который находится у нас в Торопинском районе. Екатерина, скажите, пожалуйста, вообще, что вы думаете об этом проекте-марафоне? Насколько он важен, в том числе для вашей деятельности? Ну, я хотела бы сказать, в первую очередь, наверное, в целом, насколько важен. Крайне важно показывать людям добро. Крайне важно показывать людям, людей, которые творят добро, которые делают добро, вопреки, благодаря, неважно. Показывать и транслировать добро, на мой взгляд, это очень важно. К сожалению, сегодня во всех средствах массовой информации достаточно много, скажем так, негатива. Надо показывать добро, надо показывать, и это поможет вырастить нам доброе поколение, которое, глядя на такие поступки, в общем-то, будет понимать, что это норма, что так и надо себя вести. Я искренне верю, что демонстрирую какие-то истории, какие-то спасительные истории, какие-то истории помощи, что они, ну, как-то вот спровоцируют, что ли, у людей, да, желание тоже кому-то чем-то помочь. Вот, это вот в общем и целом. Ну, говорить про то, надо ли там показывать наш проект, тоже надо. Надо показывать, чтобы и дети, и люди, и в основном, конечно, дети видели, что люди не только творят плохие вещи, но и могут помочь. Но и при этом, наверное, показать, что, в общем-то, порой и зачастую люди виноваты в тех бедах, в тех трагедиях, которые происходят в нашей жизни, в жизни природы, в жизни диких животных. Вот то, конкретно касаемо вот медвежат, скажите, жертвами кого становятся чаще всего медвежат, в каком плане, даже не в том, что лично в них кто-то стреляет, а в том, что в первую очередь, какое самое любое горе у любого ребенка, собственно говоря, остаться без родителей. Безусловно, безусловно. По какой причине медвежата чаще всего остаются без родителей? Вы знаете, последние годы основная причина, это, наверное, в это сложно поверить, но это не браконьерство, это не охота. На сегодняшний день, в общем-то, охота на медведя не так сильно увлекает охотников, и слава богу, на мой взгляд. Вот это лесозаготовительные работы, которые, в общем-то, проводятся круглогодично, в том числе и зимой. В это время медведи спят, у них зимний сон, они себе подготавливают зимние убежища, берлоги, в которых спят. Но любой звук, любой шум, любое проявление человеческой деятельности поблизости с этим зимним убежищем является для них сигналом тревоги. Я имею в виду для медведя. Для медведицы, конечно. И для медведицы в том числе. И когда уровень прессинга достигнет определенного уровня, животное покинет свое зимнее убежище и никогда больше в него не вернется. Даже в случае, если это медведица, а в берлоге остались медвежата. Ну, в общем-то, считается, что таким образом она спасает себя для будущего поколения. И, безусловно, вот эти медвежата, они, к сожалению, не имеют шансов выжить без помощи человека. Да и при помощи человека тоже не всегда их удается спасти. Скажите, а места обитания медведей сложно вычислить, да? Даже леснику, который вот в этом конкретном, егерю, который в этом конкретном квадрате работает. Знаете, это очень сложная история. И, в общем-то, конечно же, лесники, в общем, должны понимать, где находятся берлоги. Но все очень сложно. Из вашего опыта они по факту понимают, из вашего опыта. Вы с ними общаетесь тоже наверняка. Вы знаете, с кем-то мы общаемся, действительно, там есть понимание. Вы с кем общаетесь? Они знают, а вот здесь медведь. Да, но тут, видимо, должна идти речь о взаимодействиях между вот этими организациями, которые проводят вырубки с этими лесниками. Но не всегда возможно знать наверняка, где берлога. Почему? Медведь ведет скрытый образ жизни. И медведь будет искать самый удаленный участок в лесу, чтобы как можно меньше была вероятности того, что кто-то его там потревожит, что кто-то сможет добраться до этого леса. Вот. Все это сложно. Все это сложно. И вот, ну, я не знаю, насколько возможно, заранее предугадав. Но мы знаем такие истории хорошие, когда... Это было, насколько я помню, в Карелии в прошлом году, когда это абсолютно официальные, честные, чистые вырубки происходят. Потревожили, то есть, ну, задели берлогу. Медведь убежала, оказалось там двое медвежат. И... Немножко не так сказала. Значит, увидели издалека рабочие, убегающие животные, и увидели медвежат рядом с берлогой. Сообщили незамедлительно в департамент по охране окружающей среды, и за этим местом стали наблюдать. К счастью, медведь не убежала далеко. То есть, это уже была, правда, весна уже была. То есть, это была не зима, медвежат достаточно большие. Медведь, в общем-то, не убежала, она осталась вместе с ними. Но берлога была разрушена, и они были, ну, под открытым небом. Но тут же все работы были приостановлены. Людей всех оттуда отозвали. И специалисты Минприроды наблюдали, следили. Медведь осталось, семейство осталось вместе. Все хорошо, все замечательно. То есть, рабочие дали возможность, ну, не рабочие, там, их руководители дали возможность долежать определенное какое-то время на этом месте медвежьей семьи. И когда уже положено там медведи выводить медвежат из берлоги, они ушли, после чего уже работы были восстановлены. То есть, вот такие добрые истории. А чаще все-таки, на ваш взгляд, вот как часто поступают ли это заготовители? Это некий безжалостный бизнес, которому наплевать, там, проехать трактором по берлоге? Или все-таки они, даже если потревожили, они не бросают медвежата, они сразу связываются с вами напрямую, с органами власти? Ну, мы-то имеем дело исключительно с теми, кто связывался либо с нами, либо с органами властей. Сколько таких, которые просто не заметили про их или мимо, мы просто не знаем. А все те, кто обращаются к нам, как правило, они безумно душой болеют за вот этих вот малышей, потому что, по большому счету, это непреднамеренное, да, какой-то вред нанесенный. Хотя, конечно же, это вред. Но они болеют, мы потом достаточно долгое время поддерживаем с ними связь, они интересуются, как медвежата, как проходят там дела. Сколько вам в год поступают медвежат? В среднем 10 медвежат. За 27 лет работы мы выпустили, вернули в природу 277. И это не только ведь из Тверской области? Конечно, да, в нашей географии около 20 регионов. В основном, конечно, это центральная часть России. Нам крайне важно быть в доступе на автомобильном транспорте до места, откуда мы медвежата поступили, и до места выпуска. А выпускаем мы их обратно в их регионы. А самое дальнее место какое? Ну, самое дальнее, наверное, это Архангельский, Архангельская область, Республика Коми. Сколько вы везли в Архангельскую область, Медведя? Ну, у нас бывает и по 2, по 2,5 тысячи, к сожалению, дорога. Это очень далеко и для нас, и для животных. В крайних редких случаях, конечно, мы берем из таких удаленных регионов. Но вот в идеале то, что в разумном доступе от нашего местонахождения, это Торопецкий район Тверской области. То есть Торопецкий, вот ваш центр, это не как некоторые думают Торопецкий центр, и даже уже получается не Тверской, это уже межрегиональный центр. Ну, по большому счету, мы у нас и так называем. По факту, если вы говорите Архангельск, Коми, Нижегородчина, Кострома, ну, а как он и Тверской? Ну, да. По факту, вы просто базируете Твери, да, Тверской области, но это у вас межрегиональный. По большому счету, да, получается, что мы вне границ, без привязанности к Тверской области. Кстати, в Тверской области не так много медвежат поступает к нам. По счастью, получается, все-таки у нас... Ну, а лесозаготовка у нас идет активно, значит, по счастью... Ну, сложно предположить, почему, что и как, может быть, у нас леса более густые, там, больше снежного покрова, который позволяет, как бы, медведю действительно прятаться в укромных уголках. Не могу сказать, не знаю, просто честно не знаю. Ну, вот статистика такая. Скажите, а что вообще влияет на выживаемость медвежонка в вашем центре? Ну, в первую очередь, его состояние, в котором он поступил. Если он провел... И от возраста, естественно, это зависит. Если он провел определенное время в берлоге без медведевцы, даже если там двоих или трое, это может привести, к сожалению, к летальному исходу, потому что медвежонок рождается весом всего полкилограмма, 500 грамм. Это крошечное существо, у него очень редкий волосяной покров, у него закрыты глазки, ушки, совершенно беспомощные. Естественно, без тепла они очень быстро замерзают. Либо их жизнь на этом заканчивается, либо мы пытаемся их вылечить. К счастью, в последние годы, в общем-то, в большинстве случаев нам удается выхожить таких. Но, безусловно, мы не обходимся без помощи специалистов-ветеринаров, которые специализируются именно на лечении диких животных в госпитале дикой природы. Вот это вот самое главное. То есть первые две недели нахождения медвежат в центре, это всегда очень тревожно, в виде криск внезапного и стремительного развития симптомов пневмонии. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Мы сегодня говорили с Екатериной Пажетного. Эта сотрудница уже известна, в том числе благодаря нашей телекомпании. Мы тоже делали репортажи известного центра спасения медвежатесирот, который функционирует в Торопинском районе. Но, как вы услышали, это уже сугубо даже не районный центр и даже не областной. Да, да, это уже межрегиональный центр. Но что же, это говорит о том, что Екатерина и его коллеги работают успешно. И уже, как вы слышали, более 200 медведей вернулись обратно в лес. Это очень хорошо. Спасибо вам большое, Екатерина, за вашу работу, за ваш бескорыстный труд. Успехов вам, чтобы вам помогали как спонсоры, так и наши чиновники, чтобы у вас дальше центр разрастался. Спасибо большое, дорогие телезрители. До новых встреч. До свидания.